Завершился матч между командами Бариса и Авангард. На послематчах в пресс-конференции представители команд Герман Михайлович Титов, главный тренер Авангарда и исполняющий обязанности главного тренера Бариса Ленбаубегович Мамиталиев. Пожалуйста, ваши комментарии по игре, Герман Михайлович. Ну, во-первых, хочу поздравить омских болельщиков с победой, с выходом в плыве. Он дался нам очень нелегко. По игре хочу сказать, что ребята понимали важность этой игры, потому что уже видели результат в Сибири, что победа в основное время давала нам выход плыве. Но за это, наверное, ребята были в первый период закреплены, не показывали той игры, которую мы хотели видеть. Поэтому и вот этот счет на табло был 1-3. В втором периоде вроде ребята собрались, стали лучше двигаться, стали лезть на ворота, сравняли счет, но и в конце нам уже терять было нечего, победа в ивентайме нам не давала. Мы пошли на риск, заменили ватаря шестым полевым. И здесь удача повернулась нам лицом, мы забили гол, который так нам нужно было. Ну, в принципе, как говорится, везет кто-то везет, и ребята старались. Большое им спасибо. 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 Агалом Балбекович, пожалуйста. Ну, ребят настраивали на победу. Не хватило их просто, не может быть, не было такой мотивации. Хотели победить просто последнюю игру. Ну, чуть не хватило, как сказали уже, что. Шестового полевого выпустили, но забили нам, не досмотрели. Что сделаешь? Хорошо, играли, значит. Спасибо. Вопрос, пожалуйста. Господин Малицкий. У вас вопрос? Игорь Михайлович, оцените, вообще, последние минуты, как, кто должен был играть. Расскажите в подробностях, пожалуйста. Ну, в принципе, по идее, я назвал Файзулин, должен был менять портаря, но, видно, он и не услышал, или были эмоции, и вышел Семен Кошелев. Вот, видно, так удачно сложилось, что он вышел и принес нам победу. Спасибо. А еще вопросы? Герман Михайлович, Астана Таймс, скажите, пожалуйста, а вот с вратарем, получается, вы немножко не угадали, да, получается? Ну, Фурх, по идее, как бы номер первый, и вы ему дали возможность в последний пятый, как бы, привести себя в порядок. Ну, а потом, в ходе матча, выпустили. Ну, да, потому что он прилетел только накануне игры в Сибири, да, еще полностью не восстановился, поэтому и предыдущую игру в Сибири Олег Шилин здорово отыграл, поэтому мы не хотели ничего не дать, дать. Ну, видно, здесь, конечно, может, перегорел парень молодой, поэтому здесь может быть такая ситуация, но все равно получилось так, как получилось. Все, еще вопросы? Голым Бубекович, многих интересовал вопрос, где Кевин Далман, с ним что-то случилось, или почему не было в составе? У него травма спиной с Сибирью в товарищеской игре, получил, там, большой повреждение, и лечится. И еще ли вопрос, сегодня дебютировали Батерлан, Муратов, Саян Даниэр, как они вам? Ну, силенок не хватает, в принципе, ребята стараются. Так, в принципе, одно удаление только привезли, забили гол, ну, ничего, у них еще все впереди. Господин Малицкий. Гарри Михайлович, вышли на Уфу, первый раунд, пооцените соперника, может, предварительно понятно, что глубокий анализ будет, наверное, чуть позже. Ну, конечно, сейчас после игры, сейчас просто эмоции, да, в принципе, Уфа, что говорит мастеровит команда, перед дедлайном они усилились основательно, поэтому, хорошая команда, знаете, быть свою, когда я был игроком, играть с хорошими командами было приятно, потому что ты видел на ихнем фоне, как ты выглядишь сам на самом деле. Я думаю, ребята выйдут и будут биться, и я думаю, шансы у нас 50 на 50. Спасибо, еще вопрос? Можно? Здравствуйте, Жанна Рассердальевна, у меня вопрос к нашему тренеру. Скажите, пожалуйста, а вот сейчас сезон завершен, каков дальше будет график у Бориса, какие будут мероприятия вы планируете, и если вы владеете ситуацией, скажите, пожалуйста, сколько у стольких игроков завершается контракт именно вот весной? Спасибо. По контрактам это не ко мне, а отдыхаем до 15-го числа, и собирается потом в сборную, будет готовиться к чемпионату мира. Все. Такой вопрос, сезон закончился, получается, что команды, представляющие дивизион Чернышева, они по очкам намного меньше набрали, чем другой дивизион на конференции «Восток». Понятно, что вы команды тренировали не с самого начала сезона, но тем не менее, по вашему, в чем причина, что чуть-чуть так подсели? Понятно, что Салат Юлаев занимает второе место, потому что он в главной дивизионе и автоматически на втором месте. Вот по вашему. Ну, понятно, что вы не можете играть за все команды, но хотя бы за свои. Ну, да, вы как правильно отметили, я пришел уже, сезон был в разгаре, да, оставалось 10 игр, поэтому здесь старался, во-первых, сплотить ребят, во-вторых, принести что-то свое, то, что я вижу у команды, есть потенциал. И поэтому, ну, а что очки, ну, это такое правило игры, да, вот, КХЛ, почему же, не ко мне вопрос, а к вопросу к руководителям КХЛ, если они так решили, значит, почему так нет? Это такие же правила в НХЛ, то же самое, лидеры дивизионов занимают первые места, а остальные уже места по очкам идут. Спасибо большое. Герман Михайлович, вопрос. Семен Кошелев нам не чужой парень, мы за ним следим, переживаем. Хотелось бы узнать, как он вам в авангарде, насколько ценен его, ну, как вклад в победу вообще, в работу, которую вы делаете? Ну, сегодня вы видели, очень большой вклад, команда, благодаря его голосу попали в плей-офф, ну, а по идее, парень молодой, у него все впереди, я считаю, что если он не снизит к себе требования, из него вырастет, очень хороший, отличный даже кисть, поэтому все будет зависеть от него, а я от меня будет зависеть только ему помочь. Я буду, чем могу, тем помогать ему. Свой опыт, свое мастерство, которое у меня было в хоккее, буду передавать ему. Спасибо большое. Закончим на этом пресс-конференцию.